Подведение пятилетних итогов работы Абаза ТВ открылось вступительным словом учредителя телеканала Беслана Будба, в котором он признался, что это его любимый проект. Появление альтернативного источника независимой информации, убежден Беслан Будба, благотворно повлияло на информационный климат республики в целом. Как исторический момент вспоминается наша беседа почти 6 лет тому назад с Русланом Мкановичем, когда он пришел с идеей создания этого телевидения. Я поверил Руслану Мкановичу и не ошибся. Он смог создать настоящий дворческий коллектив. У нас телевидение было одно. Вот с появлением нашего канала появилась и конкуренция в телевидении. От этой конкуренции выиграли, на мой взгляд, все. И наш канал выиграл, успешно подтягивается, и центральное телевидение выиграло, потому что там появились новые программы, они почувствовали, что появились новые люди, которые передают независимую информацию. И в этой конкуренции выиграли все. От исторического момента к исторической перспективе. Такова динамика 5 лет работы Абаза ТВ, по мнению руководителя телеканала Руслана Хашик. В то время и те условия, в которых создавалась компания Абаза ТВ, казались для многих невозможными для реализации негосударственного телевизионного вещания, вспоминает генеральный директор телеканала. В качестве аргументов скептиками приводились финансовые и кадровые проблемы. Но в первую очередь невозможной казалась сама возможность реализации проекта в условиях Абхазии. Сам факт того, что мы сегодня здесь встретились и отмечаем первый свой пятилетний юбилей, говорит о том, что мы прошли очень серьезные испытания, серьезную дистанцию, и что наш проект «Вещание Абаза ТВ» состоялся. Самое главное, когда в нашей стране происходили самые исторические события, мы уже можем это все назвать историческим, мы к этим событиям имели самое непосредственное отношение в плане его освещения, и конкурируя с государственными телевидениями, с другими средствами массовой информации, мы помогали и создавали эту историю, нынешнюю, современную историю нашего государства. Руслан Хашик также отметил, что в условиях определенных трудностей, в которых существует телеканал, основная задача состоит в своевременном донесении самой актуальной информации до зрителя. Техническое оснащение, по его словам, не позволяет на всех уровнях конкурировать с государственным телевидением. Однако, убежден Руслан Хашик, есть некоторые информационные площадки, на которых технические вопросы не составляют серьезной проблемы для конкуренции. Я вам скажу честно, признаюсь, что нам все очень дается сложно. Каждый эфирный день. Это выстраиванные отношения со всеми органами государственной власти. Здесь мы с удовольствием констатируем, что самое успешное и самое ровное в этом отношении, это был наш парламент, который демонстрирует реальную открытость. Здесь, вот на этой площадке, мы всегда имели равные возможности с государственным телевидением. И мы, и наш зритель уже имел возможность сравнивать, как мы это делаем профессионально. Отвечая на вопрос главного редактора газеты «Нужное» и «Зидычане» о разграничении прав учредителя и редакции, Беслан Бунба и Руслан Хашик выразили единодушное мнение. Эти отношения построены на доверии, проверенным временем. По словам руководителя Абаза ТВ, существует закон об информации, который телеканал не нарушал никогда. И за пять лет из Министерства юстиции не поступило ни одной жалобы. Даже в законе о СМИ очень много права у учредителя. Вот один из них, учредитель имеет право в каждом выпуске размещать соответствующий объем от своего имени. У нас вот этого соотношения 1 к 100, 1 к 99. То есть это вот размещение только по факту. А все остальное, я вот говорил, у нас каждый сотрудник может об этом сказать, насколько учредитель, руководитель, редактор может влиять на творчество реального корреспондента, который создает продукт. Моя роль только техническая помощь и чтобы людям было комфортно работать. Здесь находятся журналисты, редактора, люди ответственные в канале. Они могут честно сказать, подходил я к ним когда-нибудь и говорил, вот вы не так показываете, вот этого героя вы не показываете. Или показываете этого героя. Самый главный показатель, вот всегда мы, когда что-либо делаем, самый главный показатель это наши программы. Вот если по программам, которые выходят в эфир, по новостям, по авторским программам, есть какая-то в этом смысле претензия, то тогда мы бы ее, наверное, услышали. Но вот мы как раз стараемся работать так и работаем так, что, в принципе, никогда еще ни у кого не было повода сказать нам, что вот это вот там ангажированная передача и влияние ощущается учредителя канала. Те рабочие отношения, которые сложились между учредителем и редакцией, убежден Руслан Хашик, абсолютно не мешают свободной творческой реализации. Вот степень свободы и творчества на канале, он у нас просто радует. Он идет от учредителя, от руководства канала до журналиста. Каждый журналист у нас сегодня может реализовать любой проект, который, на его взгляд, считается очень актуальным на нынешнем этапе нашего общества. И эта свобода, он как бы сопровождается соответствующей ответственности каждого журналиста, который, работая над материалом, пытается представить все точки зрения, которые существуют по данной тематике. Главной проблемой на Абаза ТВ продолжает оставаться проблема технического оснащения телеканала. И в этом также учредитель и генеральный директор единодушно сходятся. Беслан Будба, ссылаясь на судебные разбирательства, которые преследовали этот проект три года, уверяет, что в тех условиях было невозможно решить эту проблему. Руслан Хашик также уверен, что без решения технических проблем говорить о новых телепроектах рано. Мы должны переехать в это здание, создать здесь студию и на 100% обновить технический телецентр нашей компании. Только после этого мы реально сможем обсуждать все авторские проекты, которые будем реализовывать на нашем канале. Они реально существуют, но пока мы не решим переезд и техническое оснащение, прежневременно говорить о конкретных телевизионных проектах. Недавний сотрудник Абаза ТВ, а ныне депутат Народного собрания Ливон Галустян, пришел на пресс-конференцию с поздравлением от парламента. Проект Абаза ТВ состоялся, и в этом ваша личная заслуга, личная заслуга учредителя, представитель учреждения, присутствующих сотрудников телеканала, потому что для многих из вас Абаза ТВ это уже часть биографии, это часть жизни, в том числе и для меня тоже. Я хотел бы присоединиться к поздравлениям, которые сегодня звучали. Я один из своих коллег, депутатов Абаза ТВ, тоже поздравить Абаза ТВ. Сегодня я принимаю поздравления не только в этом здании, но и в Абазском парламенте тоже, потому что ваш представитель там тоже на городе. И поздравляю от меня тоже, и это на самом деле очень приятно. Мы в своем выступлении заметили, что сегодня Абазский парламент демонстрирует открытость, и это та площадка, на которой компания, в том числе, работает. Я должен сказать, что действительно мы взяли такой курс, и мы нацелены на открытость и на конструктивное взаимодействие. Журналисты и гости, пришедшие поздравить компанию Абаза ТВ с пятилетием, выражали надежду на решение технических трудностей, желали компании расширения и реализации новых творческих проектов. Денис Кузьмин, Рамо Камки, Абаза ТВ.